На оформление выплат при рождении или усыновлении ребенка могут дать больше времени, детали. Верховной Раде предлагают рассмотреть законопроект 11414, который должен гарантировать право ребенка на получение помощи при рождении или усыновлении, несмотря на военные вызовы. Новости Украина рассказывает, что именно предлагает изменить законопроект и что о нем известно. Что предлагает изменить законопроект? Согласно действующему закону о государственной помощи, семьям с детьми, статьям 11 и 12-2, помощь при рождении ребенка назначается при условии, если обращение за ее назначением поступило не позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка. Помощь при усыновлении ребенка назначается при условии, если обращение за ее назначением поступило не позднее 12 месяцев со дня вступления в законную силу решения об усыновлении ребенка. Однако, учитывая реалии жизни, в условиях военного положения все больше украинцев не успевают обратиться за ту или иную помощью в указанные сроки по тем или иным объективным причинам. В Верховном суде при этом формируется практика в отношении споров по поводу отказа в назначении помощи при рождении ребенка из-за пропуска 12-месячного срока обращения за такой помощью. В постановлениях ВСУ в ряде подобных дел был сделан вывод, что помощь при рождении ребенка по своей природе является помощью именно ему, а не его родителям, а потому невозможность своевременного обращения одним из родителей в орган, осуществляющий назначение помощи при рождении ребенка, приводит к нарушению интересов именно ребенка. Учитывая такую ситуацию, проект закона 11414 предлагает гарантировать право ребенка на получение помощи при рождении или усыновлении путем продления сроков обращения за назначением государственной помощи семьям с детьми на период действия военного положения в Украине. Для этого раздел 8 «Заключительные положения закона» о государственной помощи семьям с детьми предлагается дополнить пунктом 1.3 следующего содержания, установить, что определенные статьями 11.12.2 этого закона, сроки обращения о назначении государственной помощи семьям с детьми продолжаются на период действия военного положения в Украине, введенного указом Президента о введении военного положения в Украине от 24 февраля 2022 года, 64.2022, утвержденного законом, об утверждении указа Президента Украины о введении военного положения в Украине от 24 февраля 2022 года, 21029, основной о проекте закона. Проект закона 11414 о внесении изменений в закон о государственной помощи семьям с детьми о продлении сроков обращения за назначением государственной помощи семьям с детьми на период действия военного положения в Украине был зарегистрирован в Верховной Раде 18 июля 2024 года. Инициаторами закона проекта выступили народные депутаты Валерий Гнатенко и Владимир Мороз, члены депутатской группы вновления Украине. Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики под руководством Никиты Патураева. Проект закона 11414, скриншот, ИД, Рада, ГОВ, ЮЭБИЛИНФО. 22 июля документ был предоставлен для ознакомления народным депутатам. В заключительных положениях уточняется, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, при условии принятия Верховной Рады и подписания президентом. Напомним, ранее мы рассказывали, что некоторые семьи могут получить до 16 тысяч гривен на оздоровление ребенка. Читайте также, кто имеет право получить статус ребенок войны и какие документы нужны для этого. При подготовке материала были использованы следующие источники. Верховная Рада Украины, проект закона 11414.